Всем привет! Сегодня мы будем бороться с осенней зимней депрессией и делать мыло антидепрессантным. Это будет достаточно простое мыло, я не могу даже назвать это видео мастер-классом, просто старее совместное творчество вместе с вами, может быть только самым-самым начинающим мыловаром будет что-то здесь подчеркнуть. Что же такое мыло антидепрессант и какое оно должно быть у нас? Конечно же оно должно быть приятным в использовании и ухаживать за нашей кожей, поэтому мы обязательно будем сегодня использовать базовое масло, масло виноградной косточки, которое отлично увлажняет кожу, защищает ее от старения и ухаживает за ней. Добавлять мы наше масло будем в основу разравочной производства Германии, здесь у меня около 100 грамм. Вообще вес готового мыла у нас будет 90 грамм. Также наше мыло антидепрессант должно быть красивой формы, позитивной, я думаю, что мыло смайли для этого подходит как нельзя лучше. Оно должно быть ярким, жизнерадостным, привлекающим вниманием, поэтому будем использовать краситель. Я буду использовать желтый, достаточно яркий солнечный цвет. Это сухой пигмент, который растворен в глицерине, так называемый жидкий пигмент. Он уже готов к использованию, его можно добавлять непосредственно в мыльную основу. Мы возьмем его, он мигрирует, немножко замутняет основу, но при этом дает очень яркий сочный цвет. Я думаю, для нашего мыла все это сегодня подойдет. Будем использовать чертную глицерину пасту, она растворена уже в воде. Нужна нам будет нам для того, чтобы подчеркнуть детали. Она также не мигрирует и вот не досну. Наше мыло антидепрессант просто обязано вкусно пахнуть. Сегодня берем просто умопомрачительный аромат производства США, это ароматическая душка, укуси меня. Аромат просто смывает с ног, настолько он сочный, яркий, стойкий. Пахнет лимонадом, то есть это что-то такое с детства. Я думаю, что для нашего позитивного мыла будет самое, что у меня есть подходящий запах. И чтобы наш аромат зафиксировался в нашем мыле как можно дольше, мы будем использовать фиксатор аромата. Это не обязательно. Я вообще, в принципе, не очень отношусь к этим всяким химическим добавкам. Но поскольку это мыло у нас пойдет в подарок, и я не знаю, когда я его подарю. И, в принципе, я не знаю, будет ли я человек, которому я подарю это мыло, использовать его сразу. Поэтому фиксатор аромата сегодня будет присутствовать в нашем мыле. И, как всегда, нам нужны будут стаканчики для работы, с основным инструментом для размешивания нашего мыла и чайная ложка. Давайте начинать. Мы сейчас с вами расплавим нашу прозрачную мыль основу. Только плавим мы ее не всю, а ставим буквально 3-4 кубика для декора. Наша основа растаяла, я размешиваю буквально последние комочки, которые сейчас тоже вот уже практически вот уже совсем растаяли. И теперь я переливаю нашу расплавленную основу в стаканчик для того, чтобы работать с ней дальше. В растопленную основу мы добавим маслица. Мы берем масло виноградных косточек. И добавляем одну третью часть чайной ложки. Перемешиваем. Далее нам нужно окрасить нашу основу. Берем наш желтый пигмент. Добавляем 6 капель. Смотрим по цвету. Перемешиваем. Получившийся цвет меня полностью устраивает. Вот такой ярко-желтый. И теперь нам с вами нужно будет добавить аромат. Для этого мы берем чайную ложку. Добавляем 6 капель аромата. Берем фиксатор аромата и добавляем 3 капли. Перемешиваем это все. И выливаем в нашу основу. Наша с вами основа готова к заливке. Поэтому наберем форму. Немножечко. Немножечко спирта. Спирт в стаканчик. И аккуратно выливаем мыль на основу формы. Обрызгиваем спиртом сверху, чтобы сгладить поверхность и убрать пузырьки. Теперь оставляем наше мыло в покое на где-то минут 30-40. Даем ему застыть. Прошло 30 минут. Наше мыло полностью застыло. Мы достаем его из формы. Для этого мы, как всегда, вытягиваем края. Делаем массаж и надавливаем. И оно у вас извлеклось. Вот такой чудный смак. Теперь нам нужно будет с вами подчеркнуть его глаза и улыбку. Для этого мы растапливаем оставшиеся 3-4 кубика основу. Основа растаяла. Переливаем ее в стаканчик. Сейчас нам не нужно добавлять ни аромат, ни газовое масло. Только лишь краситель. Мы берем черный пигмент и окрашиваем нашу основу в черный цвет. Для этого нам понадобится несколько капель буквально. Начнем с четырех. И у нас получился нужный нам черный цвет. В принципе, можно заливать непосредственно стаканчиком. Но для большей аккуратности можно воспользоваться пипеткой. Поэтому набираем в пипетку черный цвет. И выдавливаем в форму. И тут же брызгаем спиртом, чтобы убирать пузырьки. И так же пипеткой мы заливаем следующий ротик. Ну и заливаем ротик. Вот это наше мега позитивное и мега ароматное муло. Теперь осталось его только положить вот в такой вот забавный пакетик, который очень подходит к нашему муку. Я думаю, что оно способно поднять настроение просто любому. Надеюсь, вам это было понравилось. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok